Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор на интересный, необычный и новый корпус, который появился в продаже только в начале февраля этого года. Встречайте, это фестплеер Trialabate T3 Black. Сейчас мы рассмотрим его внешний вид, вместительность и я обязательно выделю его основные плюсы и минусы, после чего подведем итог и подумаем, стоит ли рассматривать его к покупке или нет. Итак, начнем с внешнего вида. Сразу же виден необычный дизайн. Спереди металлическая перфорированная сетка, выполнена в виде съемной металлической пластины. Держится она на четырех заглушках. За ней находится съемный пылевой фильтр, а за ним три винта с подсветкой. Что ж, конструкция интересная и правильная. В корпус не будет захватываться пыль из комнаты. Вся остальная передняя часть корпуса выполнена из достаточно прочного пластика. Слева у него закаленное стекло на петлях. Это вполне удобно. Достаточно лишь потянуть за тканевую петельку и стекло открывается. Края стекла окрашена в черный цвет. С передней стороны на нем магнитная лента. Петли на вид достаточно качественные. Сверху здесь лежит полевой фильтр практически во весь корпус, под которым располагаются крепления для двух вентиляторов или двухсекционной водянки. Корпус, кстати, достаточно широкий. Его ширина составляет 210 мм. Кнопки расположены немного нестандартно. Они находятся сбоку вертикально. Остальное все по стандарту. Кнопка включения, перезагрузки, аудио выходы, USB порты и кнопка LED. Опять же, кнопка есть, но без контроллера. Проверить возможность переключения не получится. Сзади он стандартный. Справа тоже. Снизу у него достаточно высокие прорезиненные ножки. Для блока питания также есть полевой фильтр. Теперь пора перейти к внутреннему строению. Корпус размера мини-тауэр. Вмещает в себя материнские платы формата микро и мини-ATX. Платы с форм-фактором стандарт-ATX не влезут в него. Снизу находится кожух под блок питания с вырезом и лейблом. Сзади мы видим еще один 120-мм вентилятор на выдув. Отверстий для прокладки проводов в корпусе предостаточно. Проблем с кабель-мен возникнуть не должно. Кстати, максимальная высота кулера 165 мм. Так что в этот корпус спокойно влезут супер башни по типу Big White Dark Rock Pro 4 или Noctua NH-D15. Видеокарты в него тоже можно вместить достаточно большие, до 320 мм. Корзина у него рассчитана на два жестких диска или на жесткий диск и SSD диск. Отдельно есть еще укрепления для SSD диска. Места под правой крышкой очень много. Его хватит для укладки любых проводов без особых проблем. Это редкость для корпусов от First Player. Но в целом корпус выполнен из достаточно толстого металла и намного крепче в отличии от модели Fire Rose или Fire Bus. Корпус сделан очень добротно и продуманно, с явным закосом под премиум сегмент. Хотя изначально он вышел не очень дорогим, мне он достался за скромные 3700 рублей. Но сейчас его цена в некоторых магазинах достигает уже около 10 тысяч рублей. А теперь о плюсах и минусах. Начнем, пожалуй, с плюсов. У корпуса отличная продуваемость. Установлено три светящихся вентилятора на забор воздуха и один на выдув. Стекло на петлях. Легкий доступ ко всем компонентам ПК. Установлено три полевых фильтра. Корпус достаточно неплохо защищен от попадания в него пыли. Необычный внешний вид. Кожух для блока питания, под которым можно будет спрятать часть проводов. Корзина под жесткие диски и отдельно крепления для SSD. А еще у него неплохая цена на момент выхода. Она составляла 3700 рублей. Хорошая совместимость с длинными видеокартами и высокими супер башнями. Теперь перейдем к минусам. Несмотря на то, что корпус достаточно большой по габаритам, вместить в него платы формата стандарта TX не получится. Кнопка LED есть, но она бесполезна, так как нет контроллера для ее подключения. А на момент выпуска видео в минусы можно также добавить его цену, которая варьируется в разных магазинах от 7 до 10 тысяч. На мой взгляд, это очень дорого для него. А теперь настало время подведения итогов. Корпус имеет вполне красивый внешний вид, стекло на петлях и великолепную продуваемость, что делает его однозначно востребованным для сборки в 2022 году. У него хорошая совместимость с супер башнями, так что в нем можно собрать достаточно горячую систему и установить хорошую башню размером до 165 миллиметров, если вы по каким-то причинам не хотите устанавливать систему жидкого охлаждения. Места для укладки кабель менеджмента сзади достаточно много, так что проблем с этим не должно возникнуть даже у новичков. Металл у корпуса достаточно крепкий, но обязательно учитывайте, что несмотря на его габариты, он не вмещает платы форм-фактора стандарта TX. В целом, я могла бы порекомендовать данный корпус, если вас устроит его цена на момент покупки, так как корпус сам по себе очень хороший и его плюсы в разы превышают незначительные минусы. А на этом мой обзор подошел к концу. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях и я с удовольствием отвечу на них. Не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал, так как вы помогаете каналу продвигаться вперед, а также жмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Всем удачи, здоровья и отличного настроения!